Если бы вы провели на Уране хотя бы пару секунд, вы бы никогда не вернулись. Но давайте представим, что у вас есть специальный скафандр, и посмотрим, что было бы, если бы вы попали на этого ледяного гиганта. Приготовьтесь к очень холодному приключению! Приближаясь к планете, первое, что вы видите, это её кольца. Да, у неё есть кольца, как и у Сатурна. Целых 13. А теперь не очень приятные новости. Уран не является планетой с каменистой поверхностью, как Земля. Это ледяной гигант, иными словами, клубящийся шар ядовитого газа без твёрдой поверхности. И пахнет он тоже ужасно. Верхние слои атмосферы заполнены газом под названием сероводород, известным своим неприятным запахом, что делает Уран весьма неприветливым. Приземлившись на планету, вы обнаружите, что вас окружает плотная голубоватая атмосфера с бирюзовым оттенком и ледяными облаками. Повсюду туман. Температура резко падает до леденящих душу минус 220 градусов по Цельсию. А теперь настоящий сюрприз. Вы можете попасть под бриллиантовый дождь. Атмосфера Урана богата метаном. Когда вы попадете на Уран, то столкнетесь с постепенно увеличивающимся давлением и температурой. Под воздействием интенсивного давления молекулы метана кристаллизуются. Они распадаются на части, а атомы внутри них перестраиваются, образуя крошечные частицы алмазов. Затем частицы падают вглубь планеты, напоминая кристаллический блестящий дождь. Это было бы прекрасно, если бы вас не отвлекали низкая температура и ощущение сдавливания. Да, не все так радужно. Находясь на Уране, вы почувствуете себя как под водой. Если бы вы достигли дна облаков, давление быстро возросло бы до 60 атмосфер. Ветер, достигающий скорости 900 км в час, пронесется над вами и будет в 3,5 раза сильнее, чем ураган пятой категории на Земле. И, к слову, это самая высокая категория, которую может иметь ураган. Далее вы приближаетесь к мантии. Это плотная жидкость, состоящая из воды, аммиака и метанового льда. Там кромешная тьма, а экстремальная гравитация делает передвижение практически невозможным. Если бы на вас не было волшебного защитного костюма, сильное давление могло бы превратить ваше углеродное тело в алмазы еще до того, как вы достигнете ядра. Помните, что Уран — огромная планета, ее диаметр примерно в 4 раза больше Земли. Если бы наша планета была пятицентовиком, то Уран был бы мечом для софтбола. Так что это погружение заняло бы буквально недели. Вы преодолели бы тысячи километров вглубь Урана и, возможно, нашли бы его центр. И после этого вы навсегда застряли бы в этом адском океане из-за палящих температур и давления. Не самое лучшее путешествие. Несмотря на то, что мы не отправляли туда зонды, мы знаем об Уране очень многое. Это седьмая планета от Солнца и самый холодный член нашей Солнечной системы. Она находится на расстоянии 2 миллиардов 800 миллионов километров от нашей звезды. А это значит, что Солнечному свету требуется почти 3 часа, чтобы достичь ее. Неудивительно, что там так холодно. У этой планеты также есть довольно странная особенность. Она вращается на боку. В то время как большинство планет вращается вокруг своих осей, как волчки, Уран катится под углом почти 90 градусов, что придает ему боковое вращение. Его можно представить себе как катящийся по орбите вокруг Солнца мяч. День на Уране короче, чем на Земле. Всего 17 часов. Однако продолжительность года там просто безумна. Около 84 земных лет. Кроме того, экватор Урана наклонен к его орбите практически под прямым углом, что приводит к самым экстремальным временам года в нашей Солнечной системе. Это значит, что если бы планета была пригодна для жизни, то дни были бы короче, а сезоны длиннее. И совершенно сумасшедшие. Мы уже упоминали, что Уран и Нептун оба голубого цвета. Это потому, что в отличие от своих братьев и сестер Юпитера и Сатурна, ледяные гиганты имеют более тяжелые элементы и облака, богатые метаном. Метан поглощает красную часть солнечного света, оставляя нам этот фирменный оттенок. Мы не знаем наверняка, но на этих планетах могут быть даже метановые озера или целые океаны. И наконец, у Урана есть не только кольца, но и спутники. На самом деле их 27 спутники названы в честь персонажей из произведений Шекспира и Александра Поупа, что добавляет литературную изюминку к греческому происхождению названия планеты. А каково это попасть на другого ледяного гиганта Нептун? Это самая далекая и загадочная планета нашей Солнечной системы. Мы почти ничего не знаем об этой большой темно-синей планете. Как и в случае с Ураном, мы начнем с колец. О них мы знаем не так уж много, кроме того, что у Нептуна есть пять главных колец, которые довольно молоды, с огромными сгустками пыли вокруг них. Вы можете заметить, что голубой оттенок планеты гораздо ярче, чем у Урана. Ученые не знают точно почему, но считают, что это может быть связано с неизвестным компонентом, дополняющим метан. Однако, оказавшись внутри, вы мало что увидите. Солнечный свет так же скуден, как тусклые сумерки на Земле. Поскольку это самая удаленная планета, свету требуется целых четыре часа, чтобы достичь ее. Нептун также меньше Урана. На этот раз, если бы Земля была пятаком, Нептун был бы бейсбольным мечом. Это значит, что падение на него займет гораздо меньше времени, чем на Уран. На первый взгляд Нептун кажется спокойным, но поверьте, он совершенно ужасен. Несмотря на внешний вид, это планета штормов и ледяных океанов. Температура, опять же, безумная, около минус 200 градусов. Ветра здесь тоже свирепые. В три раза сильнее, чем на Юпитере, и в девять раз сильнее, чем на Земле. Поэтому подходите к выбору места посадки с умом, даже если приземляться не на что. Отдайте предпочтение северному полушарию, где ветра потише, и не забудьте запастись кислородом в скафандре. Около 80% Нептуна состоит из прохладной смеси воды, метана и аммиака. Так что у вас не будет шансов подышать свежим воздухом. Атмосфера наполнена газами, но ощущается скорее как жидкость. Она плавно переходит в воду и ледяные вещества, пока вы не достигнете твердого ядра глубоко внутри. Поэтому вам будет казаться, что вы буквально тонете. Особенно учитывая безумное давление, подобное океанскому. Есть также несколько интересных теорий о том, что под холодными облаками Нептуна может находиться океан сверх горячей воды. Однако есть и положительная сторона. Как и на Уране, экстремальные условия могут превратить атомы углерода в ослепительные бриллианты, опускающиеся в ядро планеты. Хотя, скорее всего, вы не увидите, как они красиво сверкают, так как везде очень темно. По крайней мере, так мы себе это представляем, основываясь на всех имеющихся данных. Хотя мы исследовали почти все уголки нашей Солнечной системы, наши далекие гиганты Уран и Нептун остаются загадкой. У нас есть несколько фотографий и данных благодаря космическому аппарату НАСА «Вояджер-2», который пролетел мимо Урана и Нептуна в 80-х годах прошлого века. Однако вскоре ситуация может измениться. НАСА и Европейское космическое агентство, сокращенно ЕКО, сделали посещение этих далеких ледяных гигантов одним из главных приоритетов. Они даже пытались получить представление о том, каково это – спускаться в их атмосферы. Они проводили захватывающие симуляции, пытаясь воссоздать условия этих планет, чтобы понять, что будет, если их зонд отважится отправиться в неизвестность, борясь с температурой и давлением в ледяных облаках. Испытания проводились в самой быстрой в Европе аэродинамической трубе T6 Stalker Tunnel в Оксфордском университете, а также в плазменных аэродинамических трубах. Зонд нагревался, потому что, несмотря на то, что ледяные гиганты очень холодные, при входе в них он сильно греется. Скорость в T6 Stalker достигает примерно 19 км в секунду, но для этих испытаний ученые хотят достичь скорости около 24 км в секунду. Именно такая скорость необходима для вращения вокруг далеких планет. Конечно, нам потребуется некоторое время, чтобы адаптировать наши технологии. Однако, когда нам, наконец, удастся отправить зонд к Урану или Нептуну, путешествие будет захватывающим. Зонду придется провести десятилетия, путешествуя по внешним областям Солнечной системы и пролетая мимо Юпитера и Сатурна. Сбор данных с этих планет может помочь нам раскрыть секрет их природы и истории, а также лучше понять нашу Солнечную систему. Надеемся, мы узнаем больше об этих двух удивительных мирах.